Таким образом, можно сделать промежуточный итог. Любая частота для любого профиля может быть разложена на эффекты. Число эффектов тем больше, чем больше признаков, формирующих профили. В нашем случае три признака, и получается семь эффектов. Три, три и один. И мы оцениваем, насколько эти эффекты дают приращение или уменьшение относительно усредненного значения. Относительно базы. Этой базой является средняя геометрическая всех частот, от которых взят натуральный логарифм. Каждый эффект, чтобы перейти от его номинального значения к более осязаемому, надо проэкспоненцировать. Тогда мы узнаем, сколько раз в ту или иную сторону относительно базы тот или иной эффект добавляет. Очень удобно использовать именно такую базу, как среднюю геометрическую по всем частотам, поскольку это такая усредненная база. Однако в SPSS модель несколько иная. По тем же данным запущен SPSS. И вот такие результаты получаются. Нули с индексом А означают, что этот параметр является избыточным, поэтому для него нет расчета коэффициента или эффекта. SPSS дает также стандартную ошибку каждого параметра, дает Z-статистику, дает уровень значимости каждого параметра. Так же, как и во многих других методах, например, в регрессии, в логистической регрессии, мы смотрим на significance, находим те параметры, те значимости, которые меньше 0,05. Здесь мы видим, их практически нет. И работаем с ними. Но пока не будем трогать significance, остановимся на модели, которая заложена в SPSS. Она, повторяю, отличается несколько от того, что предлагали классики логлинейного анализа. Константа здесь не то же самое, что константа здесь. В SPSS константой выступает неусредненная частота. В SPSS константой выступает частота, от которой взят натуральный логовидный,